всех приветствую себя на канале для пострадавших от психотеррора с вами я андрей шутов и сейчас я расскажу немножко психотерроре да и как это вообще происходит нашей жизни и чем пользуются эти ребята которые вводят человека программы и потом уже вследствие этого уже на человек который находится под психотеррором оказывается воздействие вот я раскрою некоторые секреты да конкретно которыми пользуются именно эти ребята до психооператоры когда они производят уже расшифровку мысли да и выводят конкретные но делают конкретные выводы для того чтобы влиять на человека то есть да ну чтобы лучше было как бы его облучать влиять на него и так далее вот короче фишка в чем самое главное это это при когда человек попадает в открытую фазу ну становится пострадавшим от психотеррора уже узнал это да ему надо осознавать что о нем собирается вся информация то есть заведомо до этого пока открытой фазы не было над ним работали подготавливали его вели его с детства и так далее то есть наблюдали за ним об этом человек даже не догадается никогда вообще абсолютно может быть будут какие-то жизни происходить у него ну вещи да то есть непонятные вообще его могут избивать школе там подставлять всячески могут быть какие-то операции то есть проводиться на организме то есть да когда человек здоровый то есть да хоп он проснулся и оп он заболел то есть но на это никогда не обратить внимание то есть вообще абсолютно будет может быть какая-то дискредитация унижение моральное где-то ломка психологии то есть да к нему будет всегда подходить в таком тоне да мол он там изгой а все остальные такие зайчики пушистая и на нем будут отрабатывать это все это будут делать естественно агенты спецслужб но в закрытой фазе об этом никогда этот человек не узнать то есть это сама тайна до вот этого вот мирового порядка отбор людей через друшлаг то есть свой чужой именно так вот и за вами могут наблюдать с детства вот значит со спецслужбы берут встраивают своих агентов везде в социуме если вы мишень то за вами будут наблюдать с детства уже заведомо до открытой фазы о вас соберут всю информацию ваши предпочтения ваши вкусы то что вы любите вкусы в там все это входит то есть даже ваши вкусовые качества что вы больше любите соленая или сладкая какие ваши цвета что больше любите холод или жару каких женщин предпочитаете да то есть вас будут главное что у них есть такое что они пытаются сделать при этом так вот незаметно у ребенка как бы принудительно сделать побыстрее половое созревание вот это еще их один секрет этих и дебилов отмороженных ну то есть садомитов садистов и извращенцев это их психология чтобы ребенок понимал уже да то есть понимал уже что он становится быстрее взрослеет там и так далее чтобы он побыстрее вошел в открытую фазу но причина сама не в открытой фазе причина вся в том чтобы довести водораспущенность вот чтобы его он был немножко извращен психикой но это не часто удается этим ребятам потому что чаще всего мишени это добропорядочные люди которые росли в интеллигентных семьях чаще всего это семьи до которые то есть благополучные добросердечные семьи в которых это все передается по роду вот и образованные люди это этикет это все то есть ребенок подвергается можно так сказать психологическому насилию его стараются совращать для совращения у них разработана там целая технология вот то есть это целая психологическая технология которая ведет к разврату до с детства вплоть до того что они могут просто нанимать агентов которые будут когда ребенок еще не пришел в сознание то есть могут к нему подкатывать да и общаться с ним то есть но это педофилы всякие да могут подвести педофильчика туда к нему прям в садик вот сказать это твой дедушка это не мои слова это рассказы жертв вот это я лично слышал вот то что я общаюсь с потерпевшими от психотеррора их у меня сотня уже где-то накопилось если это только рассказов и что хочу сказать это только русскоязычных с разных стран так это миллионы уже людей конкретно у меня их пока где-то не знаю где может быть где-то около сотни уже ближе к сотне где-то просто все эти интервью которые были удалены когда каналы удаляются и так далее вся информация которая жертвы когда терялись там в переписках где-то там что-то как-то то есть ну там сотня точно наберется ребята это только я знаю сотню допустим человек а прикиньте сколько сколько еще людей спят они просто не понимают как это слово найти психотеррор так вот что же будет дальше после этого всего когда они берут вот такой вот тонкой технологией вот пострадавшего они ему хорошенько вбивают эти всякие программы до чтобы он начинал деградировать во первых психика у него потихонечку извращается и вот такой вот степенью зомбации они могут с любого человека с детства сделать допустим алкоголика преступника извращенца и так далее могут внушить ему все что хочешь промывка мозгов зомбация мозга через технологии потом конкретно в человечка внедряется схема схема состоит из имплантов вот импланты вживляются в глаза я конкретно от себя скажу мне в глаза введены импланты это спасибо евгений адамс тоже пострадавший от психотеррора которая рассказала о статье вот где показана отличная технология что в глаза можно вколоть специальную технологию вот и короче внутри вот внутри зрачков у вас будет микро технология которая наблюдает через вашими глазами и передает это на устройство спокойно то есть вот и на устройство их и эта технология как бы работает исключительно как виртуальная реальность но ее используют как бы для слежки ну за людьми то есть эту технологию просто кто-то купил и чтобы ее тестировать по сути впаяли вот таким вот людям как я еще кому-то и могут пичкать вот человечка разными такого рода имплантантами вот значит когда я закрываю глаза и я в темноте вижу свечение у меня в глазах то есть в рачках я четко вижу что у меня на зрачки где радужка глаз под ней я вижу эти два свечащихся ободка таких вот это есть эти имплантанты вот я уверен у многих жертв тоже самое будет может быть в нас вколоты просто разные имплантанты разные технологии потом этого ребенка как я понимаю накалывают всем этим этими микрочипами сделают искусственные патологии чтобы человек ложился на операции допустим под наркозом и ему вкалывают все что хочешь то есть эти микрочипы наколоты в уши в глаза ушами они слышат через эту спутниковую технологию да видят нашими глазами могут показывать человеку галлюцинации и так далее галлюцинации это виртуальная реальность то есть они могут демонстрировать все что хочешь то есть вокруг тебя может они вообще по сути если бы они захотели поиграть они могут создать искусственный мир вокруг тебя перед глазами для этого собственно и сделана эта технология которая впаяна у меня в глаза но они этого не делают они просто наблюдают скрыто хотят скрыто наблюдать но мы уже рассекретили технологии что для них для них было очень большим ударом мне кажется потому что они думали что никогда об этом никто не узнает вот так так они смотрят через глаза и так далее плюс еще всякие тестируют технологии сама суть сама суть это не только садизм и пытки при психотерроре а еще тест этих технологий человек опичкают химией всякими датчиками наночипами вон некоторые жертвы показывали что у них к лицу даже магнитятся ложки металлические предметы магниты и так далее это все правда это все зафиксировано на камеры то есть я хочу сказать что все люди сейчас подвергнуты опытом вот и по всему миру спецслужбы тестируют свои нанотехнологии на людях скрытно внедряют в них ну эти технологии и проводят опыты вот берут исключительно тех людей которые возможно как-то не угодные системе да если человек не угоден системе на нем можно проводить опыты и совершенно то есть это будет бесплатно и совершенно как бы недоказуемо никак вот так вот так что много очень людей сейчас страдают от этих вот опытов не угодных тех людей которых они возненавидели они просто карают их истребляют уничтожают и так далее вот с такими технологиями я думаю можно просто любого человека заказать спецслужбам тайные врачи спецслужб наколят его этими технологиями они обучены этому а карательные спецслужбы обучат операторов психооператоров которые будут наблюдать за этим человеком который напичкан нано датчиками всякими технологиями которые работают через химию по физике человека то есть получается человек который напичкан технологиями это комплекс целый ходячий комплекс и вот эти ребята которые смотрят через девайсы на людей при ганг сталкинге и так далее они прекрасно понимают что человек это ходящий как бы такой можно сказать биоробот не полностью он подчинен чьей-то волей но с помощью этих технологий можно шевелить шевелить ногами руками человека трогать его вот создавать патологии какие-то болезни и все так и все такое то есть вот значится когда ребенок вырастает получается его напичкивают этими нанотехнологиями чтобы наблюдать за ним уже конкретно все он подготовлен для этой игры если игра надо богатеньким то они будут вкладывать в этого чудака деньги да то есть пострадавшего издеваться над ним издеваться будут естественно не богатенькие а дебилы которые вокруг нас почему я оскорбляю вас потому что вы тоже возможно напичканы этими технологиями но вы продались и думаете деньги вас спасут деньги вам не помогут потому что организм уже не вечен вот и него неизвестно что будет при еще вот когда несколько лет в десятках лет пройдет что будет нашими телами да когда мы уже наделены этими технологиями возможно те люди которые сейчас думают что они напичканы этими технологиями ими потом попозже займутся и все то есть да то есть делают из них просто также рабов потом вот что хочу еще рассказать то есть получается когда уже ребенок напичкан этим всем его можно открыть где-то после 18 лет в открытую фазу взять он уже выраждая он не угоден этой системе получается весь урод надо потихоньку убить и вот чтобы он не развивался его лишает прав то есть уже начинается открытая фаза чтобы он не зарабатывал деньги чтобы он то есть не развивался делают из него тупо объект для облучения все предупреждают своих агентов чтобы он никуда не ходил на работу куда приходит устраиваться чтобы увольняли чтобы у него не было никаких прав нигде чтобы он везде проигрывал во всем чтобы он то уничтожался убивался и все вообще абсолютно чтобы он был диссоциален на это заведены у спецслужб определенные программы когда человека берут берут под колпак жестко дают ему понять что он в этом мире уже все лишен всего у него нет у него остается только воля и свобода в принципе воля я имею ввиду его выбор это воля и свобода вот видите я могу ходить куда захочу но пользоваться системой и уже как бы не могу потому что материальных средств у меня нет а как я их могу получить если меня система отвергла то есть система которая состоит из этих людей да то есть по сути вся эта система это агенты спецслужб как я уже объяснял выражусь так агенты спецслужб в кавычках вот и получается человек пошел в жизнь он не понимает что происходит потом у него уже в голове говорит все оператор здравствуйте мы вас видим а вы нас не видите вот так вот они иногда выражаются короче и мы тебя слышим а ты нас не видишь подкалывают и начинается человека доводят до психушки так далее все и объяснил весь процесс но хочу сказать какие факторы влияют вообще вот в этом явлении вообще на жизнь человека как надо вообще себя вести честно говоря этим людям надо понять алгоритмы действий да который влияет против человека чтобы сделать считалочку считалочка это типа когда подбирается программа такая программа стуков шумов программа воздействия какого-то чтобы человек поддавался этому влиянию вот то есть программа воздействия может быть разная может быть проезжающая машина которая звенит ему сигналит постоянно может быть стопа не топа не соседей по по этим самым по потолку может быть еще что-нибудь может быть какие-то жесты действия все это психология то есть вот этой вот программы умственного контроля вот они выбирают эту программу вот испытывают все на нем начали смотрят но главное я заметил это когда ты начинаешь разбираться и ты говоришь говоришь именно вот подходишь кому-то да и говоришь слушай почему ты мне стучишь и смотри короче фишка в чем что я понял им этим людям получается ты открываешь секрет что ты поддаешься на эти звуки стуки то есть что тебя цепляет и это очень важный момент смотрите короче фишка в том что они они уже даже им не надо работать над тобой они уже конкретно знают как себя прикорить вот якоря это термин из нлп технологии то есть когда в голову закладывается как какое-то какое-то слово или поступок вот а потом уже человек как бы психики он откладывается и он не может нормально жить то есть не может сосредоточиться и этот поступок или какое-то действие всегда напоминает ему что он в чем-то был ну неправ и он этот человек когда уже у него в голове в мозгах этот якорь он не может сосредоточиться а если он не может сосредоточиться соответственно он будет всегда не сможет нормально жить он никогда у него не будет смелости у него никогда не будет то есть адекватности то есть да он не может принимать адекватное решение то есть у него всегда будет неуверенность вот чего не добиваются и поэтому жертва становится скомканной вот так вот эти стуки которые о которых вот я допустим сказал ему да он начинает еще больше стучать получается он уже будет стучать всю жизнь все он понимает что я ему раскрыл то что влияет на меня поняли в чем вся фишка и короче я заметил есть они подсылают всегда агентов есть такая тема они пытаются разузнать информацию что тебе нравится как у тебя сегодня дела чем-то занимался сегодня ты начинаешь им рассказывать они это берут на карандаш это именно агенты спецслужб они все это записывают а потом будут пользоваться этим и вы заметите в конце концов как вот те симптомы о которых вы думали то что больше вам всего не нравится как они употребляются все чаще и чаще короче я хочу предупредить всех кто находится под психотеррором у кого открыта фаза меньше вообще говорите с людьми потому что вся эта информация тщательно проходит через друшлаг спецслужб и они ее употребляют свою пользу вот если вы думаете что там лохи сидят какие-то и они никогда не будут обращать внимание на словам то это глупости эти ребята очень эффективно используют это и все то что из уст у нас выходит они все это но сортируют а потом уже привозят в действие вот подготавливают программу определен потом уже приводят в действие эту программу допустим даже твои вкусовые качества если тебе нравятся блондинки или брюнетки там там какие-то другие шатенки допустим не нравится они будут посылать тебе блондинок и брюнеток чтобы совратить твой мозг если ты как бы не поддаешься разврату до или тебе нравится блондинки чисто брюнетки не нравится поверь ты выйдешь на улицу вокруг тебя будут ходить одни блондинки если тебе нравится когда у девушки розовая помада а не красная Поверь, у каждой девушки будет розовая помада. Если тебе нравится грудь третьего размера, а, допустим, маленькая не нравится, третьего, ну, три с половиной нравится, то поверь, одни девушки будут с грудью третьего размера. Но запомни, это все агенты спецслужб, то есть это заряженные люди, которые пришли, чтобы ты вступил с ними в контакт. Поэтому я же говорю, я этих людей уже изучил, и просто как бы общаться с кем-то, вот просто прийти и сказать, слушай, давай познакомимся, такое не прокатит. Эти ребята определенно подошлют своего агента, который будет наблюдать за вами, и, естественно, этому агенту будут платить большие деньги, чтобы игра продолжалась, ну, с вами. Поэтому лучший вариант, это просто не принимать их игру, их неправила, вот. И просто-напросто не идти к ним на контакт. Вот, если вы хотите остаться свободным, ну, то есть не поддавайтесь ихним уловкам, потому что ихняя система создана для того, чтобы поработить вас и отдалить вашу душу от спасения. То есть, в конце концов, люди продаются, они идут на их уловки, начинают с ними общаться, у них получаются личные отношения, они начинают, допустим, вместе жить, но этот человек не осознает то, что это агент спецслужб, вот. В конце концов, этот человек просто продает душу дьяволу. У того агента спецслужб будут постоянно деньги, понимаешь? У него будут постоянно возможности куда-то переехать, куда-то что-то сделать, как-то изменить жизнь. А ты, ты, ты человек, уже лишенный жизни, у тебя пойми, тебя искусственно изуродовали, у тебя нету вариантов других. И они пользуются этим. Это еще один момент. Момент, когда нет у тебя материальных средств. Они этим могут спокойно воспользоваться. Почему бы и нет? У них их достаточно. Они все сделают для того, чтобы ты только с ними терся, как бы общался. Вот. И они пойдут на любые уловки. Даже тебе, не знаю, в девушке подсунут топ-модель какую-нибудь. Спокойно. То есть, сама игра, сама игра основана на деньгах. И им не важно, кто ты, что ты. Главное, чтобы она продолжалась. Это надо не ей, не этой девушке. Ей для тебя по барабану. У нее есть куча денег. Ей за это заплатят огромные деньги. Ты для нее неинтересен. Она будет делать вид, допустим, что ты ей важен. Но это все будет ложь. Ложью, то есть. И вся эта игра будет только для толстосумов. Они за тобой будут наблюдать, как в Доме-2. И ставят на тебе эксперименты. И под шумок тебя уродовать потихонечку. Потом сделают какую-нибудь клоунаду, когда это типа фифа от тебя уйдет. Вот и все. То же самое с мужчиной они могут сделать. Так что тут надо быть бдительным вообще. То есть, это целая интеллектуальная такая гамма, да? Игра. Игра такая. Что еще рассказать? То есть, если вы будете болтать языком, говорить о своих вкусах, о своих качествах, что вам нравится, чем вы увлекаетесь, чем вы занимаетесь. Запомните, это все будет записываться на карандаш. Даже то, что вы говорите, когда вам плохо, не говорите об этом вслух. Даже дьяволу надо ваши слова, чтобы повлиять на вас. То есть, вначале было слово, и слово было Бог. Но тут, в этом мире, когда сейчас у власти стоит антихрист, да? Ну, антихристов много, да? Где-то свой антихрист, где-то там другой антихрист, где-то еще какой-то антихрист. То есть, а потом придет один, который будет на весь мир. И поэтому тут важно, важно, я подчеркнул, что мораль очень-очень важна этим людям. Они все это записывают, и они все это изучают, а потом прослушивают по 150 раз. Потом уже делают тонкую схему. И схема эта соткана из ваших же мыслей. И эта схема вводится в алгоритм потом действий против вас. Если вы хотите секса, они, возможно, сделают так, чтобы вы получили секс, а потом у вас это отнимут. Если вы хотите там мороженое, они сделают, чтобы вы купили мороженое. Но потом это мороженое боком выйдет. Если вы хотите еще-то там, они сделают так, чтобы вы не получили наоборот этого. Короче, тут игра чисто с мозгами, да? То есть, они читают мысли, а потом уже выбирают, какой поступок совершить против вас. Но я говорю и предупреждаю вас, чтобы вы поменьше болтали. То есть, меньше кому-то говорили свои предпочтения, меньше кому-то рассказывали, чем вы увлекаетесь, увлекаетесь, что у вас на душе, короче. Если об этом говорить всем подряд, людям незнакомым, которые не из вашего круга, вам это может, для вас это может обернуться в фиаско. Потому что эти ребята, они будут подставные, вот и все. Общайтесь, то есть, с теми людьми, которые, ну, которые, то есть, которым вы доверяете, которым можно открыть секрет, да, и которые понимают, что такое психотеррор. Если этот человек не знает, что такое психотеррор, то если вы с ним будете общаться, то знайте, будьте уверены, что это может быть подослан агент спецслужб, и он просто-напросто вас заведет потом в улов, короче, в удавку. С вами был я, Андрей Шутов. Это вся информация, которую я хотел рассказать на сегодня. До связи. С вами был я, Андрей Шутов.